Приветствую вас. Я бы сказал, что ключевая особенность вашей ситуации, вот именно акцент ситуации вашей заключается в том, что вы склонны, с одной стороны, всех спасти, с одной стороны, вы хотите всех спасать и всем помочь, не особо переживая о том, удобно ли вам это, можете ли вы сделать это, можете ли вы поступить так, как вам хочется, как вы можете, насколько в ваших силах это все сделать, можете ли вы это сделать вообще или нет. То есть это вас в данном случае волнует, ну вот, поскольку, поскольку. Вот. Это первое. И второе, это, собственно, вот чувство вины, которое у вас имеется, чувство вины, которое вы ощущаете, и которое проистекает из ряда уже лично ваших, скажем так, трудностей, лично ваших внутриличностных проблем. Например, неуверенность в себе, стремление к тому, чтобы оправдать чьи-то ожидания, в данном случае ожидания ваших родных, возможно, заниженная самооценка, вот, и вообще всеобщая такая склонность к контролю за своими чувствами, за своими переживаниями. То есть вы пытаетесь контролировать, как будто бы свои ощущения, свои желания, свои потребности. Вот. Хотя, конечно, хотя, конечно, конечно, получается это у вас не сказать, чтобы хорошо, потому что, ну, потому что вы переживаете. Очевидно. Очевидно, что вы испытываете некое такое противоречие, скажем так. Так. Вот. Ага. Собственно, это противоречие вам нужно помочь разрешить. Да? Во-первых, наверное, можно вести речь о том, что вы не имеете отношения к тому, что происходит с вашими родственниками, вы не имеете отношения к тому, что происходит между, собственно, вашими родными и вами. Ваша жизнь никак не связана, никак не связана с жизнью родственника, в принципе. Потому что вы разные люди, и жизнь у вас разная. Можно и нужно делать акцент на том, что вы знаете его не так хорошо, вашего родственника. Вы знаете его не так близко, и он для вас, соответственно, не так важен. Вот. И, возможно, очень желательно как-то вот, значит, противостоять тому давлению, именно, которое оказывается на вас, вашими родными людьми, возможно, требующими, чтобы вы, ну, скорбели, может быть, плакали вместе со всеми, переживали за этого человека, который, безусловно, важен, который, безусловно, ценен, который, безусловно, любим, вот, но ради которого совершенно не нужно жертвовать собой, своим счастьем и так далее. Потому что это уже проявление, ну, таких, я бы сказал, не совсем здоровых отношений, вот. И что-то мне подсказывает, что вы об этом, в принципе, догадываетесь. Иначе бы вы не написали сюда. Вот. Собственно, грань, о которой вы говорите, о том, что люди, кроется в принятии, в полном, в полном принятии своих чувств, как имеющих право на существование, так и в принятии чувств других людей, тоже имеющих право на существование. То есть кто-то имеет полное право скорбить, брустить, переживать, потому что это нормально, но всегда нужно жить дальше. Все это, на мой взгляд, понимают, ну, по крайней мере, понимают люди, которые более-менее адекватно воспринимают ситуацию, значит, связанную с вот проблемой, о которой идет речь. Вот, значит, это то, что можно сказать, в принципе, это то, что можно выразить. Конечно, это далеко не всё, конечно, это далеко не вся история, которая, ну, может быть. А здесь раскрыто, это безусловно. Но, мне кажется, что вот, пока что, на данный момент этого, в принципе, достаточно. Достаточно, чтобы понять какие-то вещи, достаточно, чтобы определить какие-то моменты, достаточно, чтобы сделать для себя, то есть в данном случае для вас, да, сделать какие-то выводы, может быть, может быть, и я надеюсь, далеко идущие выводы, которые могут быть использованы вами дальше. Вот. Пока вы пытаетесь оправдать ожидания других людей, но не себя, не свои собственные, вот. Будут проблемы, к сожалению, будут проблемы, и проблемы достаточно серьезные, всегда будет кто-то, кто будет обвинять вас, всегда будет кто-то, кто будет говорить, что вы неправильно делаете, что вы неправильно поступаете, вот. Так что, я думаю, вам предстоит принять, в первую очередь, то, что хотите вы. И через декларирование этого, через декларирование этого, или лучше сказать, может, через декларацию этого, вы можете что-то для себя уже интересно сползить. Вот. Никакого готового решения, именно готового решения, никакого нет, и быть, в принципе, не может. Потому что, это немножко не та история, немножко не тот случай, когда какие-то готовые решения могут помочь вам. Вот. И граней никакой нет, потому что всё всегда упирается в некие такие моральные аспекты, всё всегда упирается в некие такие, в некую такую возможность и способность людей, принять и понять желания и чувства другого человека. Вот. В данном случае, вас. Ну, в данном случае, речь идёт о вас, конечно же. Да, да. И если люди могут это сделать, если люди готовы это сделать, если люди способны это сделать, они это сделают. Ну, а если нет, значит, если они этого сделать неспособны, значит, они и не смогут, к сожалению. И вы этого изменить сами не сможете так же, что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели. Вот и всё, собственно. Значит, дальше, дальше, вот вы не очень понятно пишете, что я знаю, скорее всего, этого человека только в стране, когда уже были проблемы с здоровьем, то есть имеется в виду, что вы включились в отношениях, когда он уже был болен. Я хочу всех поддержать. Почему вы хотите всех поддержать, Нина? Вот откуда у вас такое желание всех поддержать? Почему вы этого хотите всех поддержать? А чем продиктовано такое ваше желание всех поддержать? Какая, условно говоря, вот, может быть, цена у этой поддержки, да, скажем так? То есть вы, опять же, насколько вы сами этого хотите, насколько вы сами хотите поддерживать этих людей? То есть, образно говоря, ваше ли это желание именно? Ваше ли это желание людей поддерживать? Или всё-таки это навязанное желание? Навязанное желание извне, например. Тут, мне кажется, тоже нужно этот момент преследовать, ибо если это навязанное желание, если это не ваше желание, то... Ну, наверное, в таком случае будет вам, опять же, тяжело и трудно будет вам тяжело и сложно это делать. Вот. Как сложно и тяжело вам будет, если вы, к примеру, будете игнорировать свои чувства, да, если вы будете игнорировать свои потребности, свои желания и так далее. Вот. Поэтому здесь такой момент, очень важный момент, потому что, коли у вас, коли и если у вас нет обеспечения, то есть, если вы не можете обеспечить, вот, то, что вы хотите, то это означает, что вы не в силах. А это, в свою очередь, означает, что хотите вы, ну, не совсем... Оставайте вам поближе, а это значит, что, скорее всего, это вам, ну, навязано. Да? Вот. Так что, примерно, такой ответ я мог бы вам дать. Примерно, такой ответ я мог бы вам предоставить, вот, исходя из, опять же, того, что вы написали. То есть, ваш вопрос, это вопрос морали. И он понятен, ваш вопрос морали. Только очень часто при таких вопросах забывается истинная цель, настоящая цель. Ради чего это всё действительно делать. Вот. Так, эээ, в то же время думаю, как совмещать отношения с друзьями и семьёй. Ну, вот, это внутреннее. Сколько хотите, сколько можете, сколько и делайте. Вопрос в том, продаёте ли вы значение. Самое, что вы чувствуете и хотите. Как влюбляться? Ну, это от вас не зависит. То есть, абсолютно не зависит процесс влюбчивости от того, что дома плохо. Геннадий Тигран, между виной за позитивные чувства, не нейтральность, когда дома. Во-первых, во-первых, я бы сказал, что чувство вины за позитивные чувства, да, это уже есть некоторая проблема. Ну, потому что, как я уже сказал, чувство вины, быть, как будто, ну, это навязано. Поэтому сперва освободим про чувство вины, а дальше я полагаю, что вам будет уже легче действовать так, как хочется вам. На этом всё. Я надеюсь, что он помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok